Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашего занятия – оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устойчивости корпорации. Вопросы лекции – это источники финансовой отчетности, информация о компании, методы анализа финансовой отчетности, основные финансовые коэффициенты отчетности и оценка финансового состояния предприятия. Мы начнем с первого финанса – отчетность и это совокупность форм отчетности, на основе данных которого… Это совокупность форм отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью предоставления пользователям обобщенной информации о финансовом положении и деятельности предприятия, а также изменениях его финансового положения за отчетный период в удобной и понятной форме для принятия этими пользователями определенных деловых решений. К нашей финансовой отчетности относятся у нас прежде всего это бухгалтерский баланс, который у нас имеется на предприятии, это отчет о доходах и расходах, где мы отражаем результаты нашей финансовой деятельности, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале и информация об учетной политике и пояснительная записка. Основные пользователи нашей финансовой отчетности мы подразделяем на внутренние и внешние, но это условно можно разделить. К внутренним относятся прежде всего управленческие персоналы предприятия, он понимает различные решения производственного, финансового характера. Например, на базе финансовой отчетности можно составлять финансовый план предприятия на следующий год. Понимается решение об увеличении либо уменьшении, объемы реализации, о ценах на реализуемую продукцию, относительно инвестиционных направлений, расходования инвестиционных наших ресурсов предприятия. Кроме того, финансовая отчетность является связующим звеном между предприятием и его внешней средой. Что касается внешних пользователей, то внешних пользователей условно можно подразделить на непосредственно заинтересованные и опосредованно заинтересованные. К первой группе относятся прежде всего это собственники, потенциальные собственники средств предприятия, также относятся кредиторы, которые используют отчетность для оценки целесообразности предоставления кредита, поставщики, покупатели, государцы, служащие компании. Вторая группа опосредованно заинтересованные у нас представлены в основном лицами, которые необходимо изучать данную финансовую отчетность для защиты интересов первой группы пользователей. В этой группе ходят аудиторские компании, это консультанты, это юристы, профсоюзы, биржи ценных бумаг, регуляторы государственных со стороны государства, законодательные органы, средства массовой информации, профсоюзы и так далее. Какие методы анализа мы используем? Самые основные, самые спостерненные, мы уже об этом разговаривали, поэтому возвращаться много не будем. Основными методами анализа служат, это первое, конечно, чтение отчетности. На основании чтения отчетности происходит изучение абсолютных показателей, которые представлены в отчетности. Посредством чтения определяется имущественное положение предприятия, его краткосрочные, долгосрочные инвестиции, источники формирования собственного капитала и заемного капитала. Это, конечно же, горизонтальный анализ, останавливаться не буду на этом, вертикальный анализ, трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за определенный период времени и расчет финансовых коэффициентов, то есть описываются финансовые пропорции между различными статьями отчетности. Достоинством финансовых коэффициентов является простота расчета, что достаточно актуально на сегодняшний день. Суть метода, во-первых, заключается в расчете соответствующего показателя, и, во-вторых, сравнение этого показателя с каким-то базисным показателем, например, со среднеотраслевыми показателями, с показателями прошлых периодов. Что касается основных финансовых коэффициентов отчетности, то в финансовом анализе наиболее важными представляют следующие группы финансовых коэффициентов. Это коэффициенты ликвидности, коэффициенты деловой активности, коэффициенты рентабельности, коэффициенты потяжеспособности, или мы говорим структуры капитала. И пятый блок – это коэффициенты рыночной активности. Коэффициенты ликвидности, основные коэффициенты ликвидности у нас представлены. Мы знаем, что коэффициенты ликвидности позволяют определить способность предприятия оплачиваться и каткосрочные обязательства в течение короткого промежутка времени. Наиболее важные – это коэффициенты абсолютной ликвидности, коэффициенты текущей, общей ликвидности и определение чистого оборотного капитала на предприятие. Чок мы говорим, либо сок. На этом останавливаться не будем. В принципе, мы это уже все проходили. Следующий блок коэффициентов – это коэффициенты деловой активности, которые позволяют проанализировать, насколько эффективно но предприятие использует свои ресурсы, свои средства. Как правило, к этой группе относят различные показатели коэффициентов оборачиваемости. Они имеют большое значение для оценки финансового положения предприятия, поскольку мы знаем, что скорость оборота средств, то есть скорость превращения их в денежную форму, оказывает очень глобальное влияние, непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Основные коэффициенты, которые мы здесь представим перед вами, это коэффициенты оборачиваемости, оборачиваемости активов, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, товароматериальных запасов или мы имеем коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов, оборотный цикл, длительность оборотного цикла и длительность финансового цикла. Следующий показатель, который у нас существует, это коэффициенты рентабельности. Они показывают, насколько прибыльна наша компания, деятельность нашей компании. Коэффициенты рассчитываются как отношение полученного чистого дохода к затраченным ресурсам, затраченным средствам, либо к объему реализованной продукции. Самый спостраненный коэффициент рентабельности – это рентабельность активов, рентабельность реализации, или мы говорим, рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала. Следующие – это коэффициенты структуры капитала, либо мы говорим, коэффициенты платежеспособности. Они характеризуют степень защищенности интересов кредиторов и инвесторов, отражающие долгосрочные вложения в компанию. В общем-то, эти показатели отражают способность предприятия погашать долгосрочную задолженность. К данным коэффициентам относятся коэффициент собственности, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент автономии, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент защищенности кредиторов. Следующий блок коэффициентов – это коэффициенты рыночной активности Включают в себя различные показатели, характеризующие стоимость и доходность акций компании Основными показателями данной группы являются, конечно, прибыльность на одну акцию Норма дивидендов на одну акцию Балансовая стоимость одной акции Коэффициенты выплаты дивидендов Это основные 5 блоков, которые у нас существуют по анализу коэффициентов финансового анализа Следующий вопрос – оценка финансового состояния Основные этапы представлены перед вами Методика оценки финансового состояния содержит следующие блоки анализа Это первый блок – общая оценка финансового состояния Анализ устойчивости, ликвидности И анализ финансовых результатов, деловой активности и платежеспособности Оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период По сравнительному аналитическому балансу, а также анализ показателей финансовой устойчивости Составляет исходный пункт, из которого должен логически развиваться заключительный блок Анализ финансового состояния Анализ ликвидности баланса должен оценивать текущую платежеспособность И давать заключение о возможности сохранения равновесия, финансового равновесия И платежеспособности к будущим Сравнительные аналитические балансы, показатели финансовой устойчивости Отражают сущность финансового состояния Ликвидность баланса характеризует внешние проявления финансового состояния Которые обусловлены его сущностью Углубление анализа на основании данных учета приводит к задачам Преимущественно к внутреннему анализу Таким образом, исследование фактора финансовой устойчивости Вызывает необходимость внутреннего анализа Анализа запасов, анализа затрат А также уточнение ликвидности баланса с помощью внутреннего анализа Состояния дебиторской и кредиторской задолженности Перед вами это все представлено То есть основные показатели Коэффициенты текущей ликвидности должны быть более 2 Дебиторская задолженность должна обходиться примерно с размером к кредиторской задолженности Опыт 5 запаса не превышает минимальную величину источников формирования В балансе должны отсутствовать больные статьи Это убытки, просроченная задолженность Достаточно большая кредиторская задолженность перед бюджетом по заработной плате И обеспеченность предприятий чистым оборотным капиталом больше чем 0,1 Далее перед вами представлен анализ финансовой устойчивости У нас существует 4 типа финансовой устойчивости Они представлены перед вами Самый первый тип это абсолютная устойчивость Абсолютная устойчивость финансового состояния встречается достаточно редко Второй тип это нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, гарантирующая его платежеспособность Третий тип это неустойчивое финансовое состояние У нас сопряжено всегда с нарушением платежеспособности Тем не менее сохраняется возможность восстановления равновесия За счет пополнения собственных средств, за счет увеличения собственных средств Финансовая неустойчивость считается нормальной либо допустимой Если величина привлекаемых для формирования запасов и затрат Карткосрочных кредитов и заемных ресурсов Не должна превышать суммарной стоимости производственных запасов готовой продукции То есть наиболее ликвидной частью стоимости запасов Четвертое это кризисное состояние Финансовое состояние предприятия находится на грани банкротства В данной ситуации денежные средства Откосочные ценные бумаги, дебюторская задолженность Предприятие не покрывает даже его дебюторской задолженности и просроченных суд Каждый из четырех типов финансовой устойчивости Характеризуется набором определенных показателей Дающих полную картину финансового состояния К ним относятся коэффициенты обеспеченности запасов и затрат источниками средств Излишек либо недостаток средств для формирования запасов и затрат Запас финансовой устойчивости в днях Излишек либо недостаток средств на 1000 тенге запасов Это основные показатели, при помощи которым мы присваиваем тот или иной тип финансовой устойчивости Далее мы проводим анализ ликвидности баланса Останавливаться на этом не будем Буквально недавно мы анализ ликвидности с вами проходили по финанализу То есть активы и пассивы делятся у нас Группируются Группируются они в зависимости от ликвидности, от степени ликвидности То есть от скорости превращения в денежные средства Активы представлены в четыре группы 1,2,3,4 Пассивы представлены тоже П1, П2, П3, П4 И также они группируются по степени срочности оплаты Существует вот такое уравнение баланса, которое необходимо выполнять Следующий вопрос Это финансовая стратегия корпорации Его роль Финансовая стратегия Представляет собой один из важнейших функциональных Один из важнейших видов функциональной стратегии предприятия Разработка финансовой стратегии играет достаточно большую роль В обеспечении эффективности развития предприятия Эта роль заключается прежде всего Во-первых, разработки самой финансовой стратегии Во-вторых, она позволяет реально оценить финансовые возможности предприятия Обеспечить максимальное использование его внутреннего потенциала Также финансовая стратегия дает возможность быстрой реализации новых инвестиционных возможностей Разработка финансовой стратегии учитывает всевозможные варианты развития Всевозможные варианты развития факторов, которые не контролируются предприятиями Она отражает сравнительные преимущества предприятия финансовой деятельности Продолжение следует...